всем привет продолжаем знакомиться с работами художников сотворение адама знаменитая работа фреска микеланджело написано около 1511 года находится в ватикане композиция потолка сикстинской капеллы посвященных девяти сюжетом книги бытия вот что написано в википедии творение адама одна из самых выдающихся композиций росписи сикстинской капеллы бесконечном пространстве летит бог-отец окруженный бескрылыми ангелами среющий белой туникой правая рука утянута навстречу линьки адама и почти касается ее лежащие на зеленом скале тела адама постепенно приходит движение пробуждается к жизни вся композиция сконцентрирована на жести двух рук рука бога дает импульс а рука адама принимает ее давая всему телу жизненную энергию тем что их руки не соприкасаются микеланджело подчеркнул невозможность соединения божественного и человеческого образе бога по замыслу художника преобладает не чудесное начало а гигантская творческая энергия в образе адама микеланджело воспевает силу и красоту человеческого тела фактически перед нами представит не само сотворение человека а момент который тот получает душу страстное искание божественного жажду познания у нас конечно было выдвинуто несколько гипотез у этой композиции американский врач фрэнк месбергер 1990 году обнаружил что на фреске сотворение адама изображение бога на самом деле зашифровано анатомически точное строение человеческого мозга при близком рассмотрении границы в картине соотносятся с основными бороздами в головном мозге во внутренней и внешней поверхности мозга ствола мозга лобной доли базилярной артерии гипофизе и зрительного перекреста другой стороны было замечено что красная ткань вокруг бога имеет форму человеческой матки один историк искусства назвал ее маточной мантии и что свисающий шар зеленого цвета может быть недавно разрезанной пуповиной группа итальянских исследователей опубликовала статью в которой изображение мантии и послеродовой матки совпадали согласно энрико бруски не это интересная гипотеза которая представляет сцену творения как идеализированное представление физического рождения человека она объясняет пупок который появляется у адама что сначала сбивает с толку потому что он был создан они рожден женщины да из кампус журнале клинической анатомии отмечает что левая сторона туловища адама содержит дополнительное скрытое ребро глубокие познания микеланджело в антоме человека позволяет предположить что это контуры ребра являются преднамеренным и представляет собой ребро евы существует убедительное доказательство что микеланджело радикально не соглашался со многими католическими традициями и имел непростые отношения заказчиком росписи папой юлием вторым таким образом по предположению кампус лишнее ребро было преднамеренным способом унизить папу или второго и католическую церковь не подставляясь под удар поскольку очень немногие люди в то время знали что-либо о человеческой анатомии и могли оспорить эту часть вот такое описание нашел в интернете википедии о работе микеланджело фреско сотворение адама который находится сикстинской копыли пока пока до свидания всего хорошего